не ребят а вы надеялись что я вам сегодня море покажу море сегодня будет сегодня будет говорить про недвижимость дуба и про инвестиции недвижимость дубае узнаем сколько стоит недвижимость какие-то подводные камни сколько стоит аренда недвижимости дубае какие есть нюансы жизни в дубае и самое важное для тех кто думает переехать сейчас например из россии так как по дубаю сейчас действительно серьезный тренд не только среди предпринимателя но и среди обычных ребята работают нами и более-менее зарабатывает первый вопрос которым люди сталкиваются сколько стоит жизнь в дубае и вот на этот вопрос сегодня получил ответ и ответ честно сказать процессе интервью меня сильно удивил подписка колокольчик лайк погнали выпуск будет действительно огненный многие просят донейшо на своих каналов и свою работу ну а я попрошу вас подписаться обязательно на проект shop shop usa это брендовые вещи из сша по супер крутым ценам мы для вас их выкупим упакуем и доставим и все это обойдется вам в два в три раза дешевле чем вы купите в москве плюс здесь стопроцентные оригиналы ссылочка на проект shop shop usa шмотки из америки будет в описании под этим видео подписывайтесь и удачного вам шопинга я приветствую привет как так получилось что ты сейчас находишься в дубае решил заняться недвижимость в дубае хороший вопрос на самом деле я бизнесом занимаюсь занимался очень давно какое-то время я работал больших корпорациях отвечал за продажи а потом развел собственные бизнесы вот но и в какой-то момент я принял решение переехать в дубай потому что почувствовал что здесь собственно говоря собирается и концентрируется лучшие умы капиталы энергия и я решил что лучшее место для применения моих талантов это именно здесь если вот очень коротко широкими москальными рассказать а почему я оказался здесь она этого ты жил в россии я родился в казахстане в казахстане я прожил 12 лет потом я переехал в россии в россии жил какое-то время жил москве жил в питере то есть но вот уже из москвы последнее место моей жизни в россии москва я уже приехал дубай а как давно это было ну давай я вообще живу почти год сейчас до этого я был часто наездами наблюдал что называется как приезжал и наблюдал как дубай развивается то есть ну то есть приезжаешь смотришь приезжаешь через какое-то время понимаешь блин как все изменилось возвращаешься там домой там ничего не изменилось за это время а и вот в какой-то момент уже я понял что лучше наблюдать эти изменения отсюда они со стороны классический вопрос который всех интересует сколько стоит аренда недвижимости в дубае есть мнение что это десятки тысяч долларов это даже не американская цена это в разы выше давай начнем с этого вопрос сразу хочу сказать что дубай он очень большие очень разные на самом деле то есть как наверное в большинстве мегаполисов мира в дубае можно жить на широкую ногу тратить миллионы долларов в месяц а можно жить очень скромно не буду называть наверное конкретные суммы да тут у каждого свои потребности но в принципе при большом желании стоимость относительно комфортной жизни в дубае она условно говоря сравнима с например жизни в москве если говорить про стоимость аренды то наверное самое дешевое если брать именно жилье то есть квартиру да не комнату какую-то а именно студию то есть самую маленькую квартиру давай назовем как критерий например 30 минут на машине от центра города да то есть вот в таком радиусе то самая дешевая квартира она в месяц среднем наверное обойдется в 800 900 долларов я бы сказал так в месяц если снимаете годовую то есть в долгую то стоимость но годовая аренда она дешевле естественно так это сразу на год заключаешь контракт и можешь оплатить например на год вперед в этом случае стоимость аренды такой студии будет примерно 500 600 долларов в месяц это будет самое дешевое жилье соответственно это будет очень далеко то есть это естественно никакого общественного транспорта но тем не менее за 500 600 долларов вполне можно жить и плюс-минус имея машину где-то работать дубаев за 500 600 долларов можно снимать жилье в месяц спокойно сколько квадратных метров квартира за 500 600 долларов это будет метров 28-30 не больше это будет стандартная студия совмещенная с кухней естественно санузел но скорее всего это будет возможно новое здание там будет какая-то никакая никакая инфраструктура а если мы говорим про квартиру например а двухкомнатную либо однокомнатную one bedroom to bedroom она тоже нижняя планка можно 20-30 процентов добавлять то есть one bedroom это будет 800 долларов 2 bedroom уже я думаю там под 1000 но это мы если говорим действительно про дубай то есть не про пригороды там шар джадейра то есть именно про некую такую как бы огонь и конгломерацию дубая непосредственно где так скажем так в рамках обычной цивилизации там где есть магазины где есть супермаркеты какие-то торговые центры возможно в принципе в дубае есть скажем так два центра города да ну таких два центра притяжения скорее первый центр притяжения это так называемый даунтауны бизнес бы этих два таких ближайших районах скажем так нити старый центр да то есть изначально деловой центр это где вот все небоскребы как бы да вот которые начинали вот такую как бы историю дубая как города небоскребов всех богачей мира. И второй центр притяжения это Дубай-Марина, то есть это туристический центр притяжения. Там Дубай-Марина, Пальма, Пальм Джумейра, знаменитая, Джибиар, новый насыпной остров Блю Ватерс и район Джи-Ути. То есть это такая вот конгломерация районов, которая как раз, получается, находится вокруг Дубай-Марины. Дубай-Марина это рукотворный канал, где ходят яхты, вокруг которого понастроены на небоскребы. То есть два таких центра города. Если брать стоимость аренды в таких районах, то есть, ну скажем так, самых дорогих, да, плюс-минус, то здесь самая дешевая студия это, наверное, тысяча долларов минимум в месяц, может быть даже тысяча. Ну, есть в два раза дороже. Давай так, минимальная стоимость квартиры в два раза дороже, чем вот, ну, то, что мы, о чем мы говорили до. То есть где-то там в 30 минутах в пустыне. Ну и, соответственно, one bedroom, two bedroom такой же коэффициент можно применять, а там 20-30 процентов квартиры будут стоить дороже. Так как ты уже давно в рынке недвижимости Дубаев, какие есть нюансы еще при съеме той самой квартиры, например, возможно, там первый и последний месяц депозита? Ну, на самом деле, на рынке аренды недвижимости в Дубае вообще, в принципе, есть два вида аренды, скажем так. Первое, это аренда долгосрочная, и второе, это краткосрочная аренда. Принципиальное отличие между этими двумя типами аренды, фактически, это наличие, скажем так, годового контракта и государственного регулирования. То есть, если вы заключаете годовой контракт собственником жилья, то его нужно регистрировать в системе JARI, это государственная система, то есть, вам, условно говоря, выдается этот номер, да, который заносится в систему. То есть, о чем говорит, что значит долгосрочная аренда? То есть, вы заключаете контракт на год, вы платите чеками от 1 до 12 чеков. Фактически, у вас возникают определенные права и обязанности, но основное то, что фактически с вами в течение этого года собственник ничего сделать не может. То есть, на этот год квартира становится вашей. На вас переключаются счетчики, то есть, вы платите коммуналку, вас, условно говоря, не могут выселить, вам не могут поднять цену. Для того, чтобы вашу квартиру, например, могли посмотреть, ну, потенциальный покупатель, например, да, там, за какое-то время вас должны оповещать и с вами согласовывать это по контракту. Причем, квартиру собственник может посмотреть не больше двух раз в год. То есть, такая вот максимальная, что ли, защита прав арендаторов. Есть нюанс, эта аренда могут воспользоваться только резиденты ОАЭ, то есть, те люди, у которых есть резидентская виза, рабочая, инвесторская, неважно. То есть, если у вас виза есть, вы можете снимать квартиру на долгосрок. И здесь огромное количество людей, скажем так, пытаются заниматься недвижимостью. Ну, реально, ключевое слово пытаются. Риск, условно, нарваться на мошенничество не очень высокий, да, но риск нарваться на непрофессионализм, во всех смыслах этого слова, там, на любых стадиях сделки, он очень, тут он большой. Какие есть нюансы, если ты нарываешься на непрофессионала? Я говорю про риелтеры сейчас. Большое множество вариантов, там, начиная от просто потерянного времени, потому что хороший, тут, наверное, сравнимо с другими мегаполисами, если говорим про аренду, да, хорошие квартиры по хорошей цене уходят очень быстро, и, соответственно, если ты там доверяешься непрофессиональному риелтеру, то есть возможность просто потерять время, да, ну, как минимум, да, а значит и деньги. Второе, возможность там попасть на какие-то непредвидительные расходы. Например, здесь, в некоторых зданиях, кондиционер платится отдельно. Ну, например, да, то есть, если вы снимаете квартиру на долгий срок, вы кроме арендной платы платите счетчики, и если кондиционер отдельно, то платите еще и кондиционер. В некоторых зданиях, особенно летом, там, стоимость счета за кондиционер в месяц может достигать 200 долларов. То есть, например, если вас об этом не предупредят, там, ну, по любой причине, да, то ваш, там, счет за аренду легко, там, увеличивается на 200 долларов в месяц. Ну, то есть, может быть, это не какая-то некритичная сумма, да, но в целом, в любом случае, как бы, да, наверное, это не очень приятно, особенно если бюджет ограничен. Какая сумма в среднем коммунальных платежей в Дубае составляет? Ну, коммунальные платежи, в принципе, делятся на две группы, да, то есть, первая – это фиксированная сервис-чардж, и вторая – это счетчики. Здесь несколько провайдеров есть, основной дива, то есть, вода, электричество, ну, еще интернет есть, да. Сервис-чардж, на самом деле, он, конечно, варьируется от здания к зданию, но в среднем, если там сервис-чардж за студию… Ну, а сервис-чардж платит собственник, кстати, и вот важный момент – арендаторы не платят сервис-чардж, но, тем не менее, расход собственника. То есть, сервис-чардж как фиксированная стоимость оплаты услуг от 6 тысяч дирхам за студию, да, до бесконечности. Самый дорогой сервис-чардж в Бурж-Халифе, на самом деле, то есть, там есть апартаменты, и сервис-чардж там десятки тысяч долларов в год, на самом деле, то есть, с точки зрения инвестиций. Если вдруг кто-то хочет там купить или снимать Бурж-Халиф, просто, как бы, имейте, пожалуйста, это в виду. Ну, и, соответственно, счетчики, как правило, студия – это, наверное, ну, если переводить в доллары, 300-400 дирхам, то есть, 100-120 долларов в месяц. И плюс интернет. Интернет в Дубае дорогой. Интернет в Дубае, там, один из самых дорогих вообще, по-моему, в мире. То есть, стоимость обычного пакета составляет, то есть, типа, телевизор плюс интернет составляет, в среднем, самый дешевый – 150 долларов. То есть, сравнивать, например, там, ну, не знаю, даже с бывшим СССР, там, интернет просто в разы дешевле. Стоимость коммунальных услуг, например, в центре либо на окраине, она как-то отличается? Именно счетчики сами не отличаются по факту. Отличается, конечно, именно сервис-чардж. Ну, чем, условно, дороже, чем статуснее здание, чем круче и качественнее фасилитис, ну, то есть, бассейн, зал, то тем выше сервис-чардж, конечно. Ну, то есть, соответственно, да, чем топовый район, тем выше, в любом случае, сборы. Сервис-чардж платит собственник? Да. Когда ты снимаешь квартиру, например, на долгий срок, платятся ли первый и последний месяц депозиты, страховые депозиты? Как с депозитами ситуация? Если мы говорим про долгосрочную аренду, то депозит, конечно, это, как правило, это 10% в среднем от стоимости квартиры, это страховой депозит на годовой контракт. С точки зрения оплаты здесь принято оплачивать аренду с помощью чеков. То есть, в Дубае, в отличие от многих стран мира, система чеков очень развита, то есть, 99% контрактов вы платите чеками. Вы выписываете сразу эти чеки на год вперед, то есть, от 1 до 12, когда говоритесь с собственником, он их просто как бы держит у себя и обналичивает по мере достижения этой даты в чеке. Ну, то есть, типа, чек сегодняшней даты, через 3 месяца, через 3 месяца, 4 чека, например, вы выписываете на год вперед. Соответственно, у вас, вы, ну, вы не оплатите первые последние месяцы, да, но вот по договоренности еще раз собственника вы можете сразу всем чекам вы хоть вперед можете заплатить, там, естественно, будет некая скидка, да, но вот этого правила, типа, первого последнего месяца его в Дубае нет. С точки зрения последних событий, которые в мире происходят, Дубай является одним из самых лучших мест для жизни. Туда, соответственно, стягиваются жители со всех соседних постсоветских стран. Как это отражается на рынке прежде всего недвижимости, которая сдается в аренду по цене и как это отражается на рынке продажи? Ну, объективно, мы почувствовали, конечно, резкий спрос вот в пиковые, скажем так, моменты, да, февраль, вот сейчас сентябрь, октябрь, то есть мы чувствуем, что спрос на аренду реально вырос, ну, если не в разы, то на десятки процентов. Конечно, это отражается, безусловно, на рынке аренды, ну, прежде всего тем, что остается меньше доступных вакантных вариантов, потому что именно приток людей увеличивается, ну, и как следствие, конечно, растут цены. Предлагаю перейти от вопроса сдачи недвижимости в аренду к вопросу инвестиций. Давай углубимся в вопрос, сколько стоит недвижимость, какие есть нюансы и самое главное, какой от этого все профит есть годовой. Огромное количество вариаций, то есть самое, наверное, дешевое, если, опять же, ну, Дубай ограничивает неким таким ареалом 30 минут там езды на машине от центра города, да, то если брать готовое жилье, то, наверное, самая дешевая квартира, ну, естественно, студия, да, наверное, где-то 80-90 тысяч долларов, да, которые мы как-то хоть как-то рекомендуем рассматривать, да, но это прям будет совсем условно пустыня, 25-30 минут езды вот некоего центра города там. Если мы говорим в черте города, чтобы не выезжать из города, какая вот здесь ситуация? Тут, во-первых, нужно, конечно, четко разделять районы города, да, цель инвестиций и там новостройка, новострой это или вторичный рынок. То есть, ну, давай, например, предположим, что если цель чистой инвестиции, да, например, арендный доход, да, и там условно быстрое, быстрый выход, то есть высокая ликвидность объекта, ну, например, там продажа в течение месяца по рыночной цене, да, в этом случае это однозначно, вот эти два центра города, которые я назвал, это Business Bay Downtown или Дубай Марина, ну, вот и районы, которые к нему прилегают, то есть здесь стоимость студии, ну, скажем так, ну, стоимость студии голубой фишки, да, то есть квартиры, которые максимально отвечают параметрам ликвидность, доходность, качество здания, потому что на вторичке очень важно качество здания, да, где вы покупаете квартиру. сейчас рынок несколько подрос, да, ну, скажем так, минимальная планка входа в такие объекты, это где-то, наверное, 120-130 тысяч долларов, то есть это будет такой максимально привлекательный, скажем так, объект, который действительно будет, если мы говорим про аренду, краткосрочную, например, да, будет сдаваться практически без гэпов, без перерывов, да, и это по максимальной цене, как раз там условно в Марине такие студии, ну, или в GUT, то есть рядом в сезон, в декабре будут сдаваться по, реально там, могут сдаваться по 2,5-3 тысячи долларов, то есть квартира стоит 130, да, в месяц она сдается за 3. Это очень неплохо. Ну, понятно, что если вы сдаете квартиру в управляющую компанию, тут вычитается комиссия, да, компании, коммунальные услуги, но тем не менее, в любом случае, то есть, есть такие кейсы, да, когда квартира, например, стоимостью 205 тысяч долларов, да, в сезон, в сезон за 4 месяца может грязным принести инвестору 20 тысяч долларов, то есть 10% сразу же стоимость просто отбить за буквально 4 месяца. Ну, понятно, что грязным, понятно, минус комиссия коммуналка, да. Сколько в среднем составляет комиссия за управление квартирой, которая сдается в аренду, если мы говорим про управляющую компанию? В принципе, рынок колеблется, да, то есть, вот, наверное, 18-ти есть такие предложения до 25-ти процентов, в среднем комиссия составляет, наверное, 20-22 процента, да, но важно очень смотреть, если глазами инвестора, то есть, например, важно очень смотреть не только на цифру комиссии, да, фактически, но и на что еще есть в контракте, что еще есть в договоре, да, там всевозможные скрытые комиссии, скрытые платежи, там еще что-то, то есть, это тоже очень важно, потому что в лоб, возможно, у вас будет комиссия там ниже, да, но по факту вы заплатите, там, не знаю, еще там 10% сверху, ну, просто потому что так будет написано в договоре, поэтому, ну, как рекомендация инвестора, обязательно смотреть на все пункты в договоре в тотале, да, и не вестись только на сумму комиссии, там, какой бы она ни была. Как в Дубае заключаются договора, есть ли они вообще, ну, как вот ты сказал, что они есть, интересный формат тех самых договоров, самое главное, закрепляются ли они как-то юридически? Договор мы подписываем, конечно, как управляющая компания, и с собственником, на управление, там, прописывает там права и обязанности сторон, и также мы подписываем всегда договор, так называемый booking confirmation с арендатором, да, то есть, соответственно, все взаимоотношения, как с собственником квартиры, так и с арендатором, они максимально зафиксированы, но, конечно, нет какой-то некой единой формы договора, да, то есть у нас договор мы делали сами, наш юридический департамент, как бы он, мы сами это все, собственно, составляем, да, составляли, вот, но, тем не менее, то есть в каком-то, в том случае, если что-то, что-то идет не так, например, как арендатор, так и, в принципе, собственник, он может открыть кейс в Дубай-туризме, как раз, да, ну, если вдруг что-то пошло не так с управляющей компанией, и так далее, у нас, слава богу, таких кейсов за 6 лет работы не было, но, тем не менее, повторюсь, такая возможность есть, государство довольно, ну, скрупулезно, я бы сказал, как бы, да, вот, все эти вещи регламентируют, и регулируют, ну, понимая, потому что, как бы, эта отрасль, она одна из таких, ну, в общем, туристическая, понятная отрасль, это одна из основ, как бы, современного Дубая, по факту. Ты сказал Дубай-туризм, Дубай-туризм, это какая-то организация, которая решает споры? DTCM, Дубай-департамент туризма, коммерции и маркетинга, да, то есть, нам периодически, ну, то есть, во-первых, мы на каждую квартиру, как я уже сказал, получаем разрешение, да, то есть, более того, у Дубай-туризма есть разработанные стандарты для квартир, которые сдаются например, там, вплоть до того, что эти стандарты регулируют количество стульев, например, в квартире. И чисто гипотетически, если, например, арендатор, или размер матраса, например, да, и чисто теоретически, если арендатор к вам приехал, и ему не понравилось, что кровать слишком маленькая, он может оформить жалобу, если проверка подтвердит, то, в принципе, реально вам могут назначить штраф, а штрафы здесь, ну, там, условно, там, несколько тысяч долларов просто вот за такую оплошность. Поэтому, в том числе, когда, например, есть ли в практике услуги юриста, то есть, перед тем, как подписываешь документы, ты обращаешься к юристу, он все проверяет, там, какие-то пункты. Нужно сказать, что, условно говоря, в практике есть два вида договоров, два типа договоров, да, первое, это договоры, которые непосредственно составляют государство, да, а второе, это, скажем так, уже то, что делает сама компания. То есть, на покупку, например, существует несколько типов договоров, которые заключаются на сайте земельного департамента, подписываются цифровой подписью, ну, и все, то есть, как бы, их сделал государство, английский, арабский, там, можно, как бы, внести какие-то изменения дополнительные, вот, в контракт, но не более того. Конечно, у нас есть разные клиенты, есть клиенты, которые, действительно, с юристами приходят, очень досконально все изучают, как бы, ну, если нужно, подписываем какие-то cover letter, то есть, какие-то согласованные изменения в договор, но, чаще всего, так как, ну, репутация у компании достаточно хорошая и сильная, по факту, большинство там договоров, они, ну, они не являются какими-то суперсложными, или суперзапутанными, они, по сути, подписываются после какого-то там согласования, или объяснения каких-то тонких моментов. У меня вопрос касаемо роста инвестиций, вложенных в Дубай. В Америке, например, квартира еще полгода назад стоила, ну, берем какой-то средний район, там, обычная там вамбедром квартира 220 тысяч долларов, сейчас стоимость, спустя там полгода, 8 месяцев, составляет уже 280 тысяч долларов. Как в Дубае обстоит ситуация с ростом цены на недвижимость? Выросли процентов на 20-30, в зависимости от сегмента, от района, от квартиры. Какие у тебя прогнозы по рынку недвижимости в Дубае на ближайший, например, год? Это хороший вопрос, на самом деле, и здесь, наверное, есть два таких кардинально противоположных взгляда, да, что будет дальше с рынком недвижимости в Дубае. Первый говорит о том, что, ну, рынок перегрет, да, что это пузырь, что, скорее всего, там, весной начнется неизбежная коррекция, плюс, там, в следующем году в Дубае вводится корпоративный наук 9%, который, ну, может быть, повлечет за собой некий отток, крупных компаний, да, но есть и вторая точка зрения на эту тему, которая гласит о том, что, наоборот, то, что сейчас, как бы, тренд на повышение, это только начало, да, и квартиры дальше будут только расти. В защиту этой версии, и я, наверное, склоняюсь больше именно к этой версии, первое, то, что все геополитические риски, да, которые ранее в мире оценивались как вновь в гипотетическом формате, да, они сейчас начали реализовываться, да, и Дубай объективно, как геополитически, так и географически, выглядеть такой некой тихой гаванью, ну, и как я уже, мне кажется, сказал, сюда едут не только русскоязычные, мы это видим, люди, да, и капиталы, но и, очевидно, европейцев здесь становится все больше и больше. Второй момент, корпоративный наук, который будет вводиться, он вводится, скорее, для крупных корпораций, и он делается для того, чтобы крупные корпорации могли здесь открывать свои офисы, да, потому что по мировому законодательству, некому, ну, то в безналоговой зоне, там, например, нельзя открывать офисы, да, введение как раз 9% позволит крупным корпорациям открывать офисы здесь, непосредственно на территории, там, Дубая, ну, что скорее наоборот, привлечет сюда, может быть, какие-то крупные компании, как вот, Binance открыла здесь офис, да, то есть, может быть, сюда поедут, потянутся там десятки корпораций, которые здесь начнут открывать офисы, ну, и как следствие, это привлечет за собой, естественно, как бы, да, бумники на рынке недвижимости. И третий момент, то, что мы до сих пор, то есть, 15-й год, средняя стоимость квадрата, наверное, в сопоставимых районах и домах, была, наверное, процентов, то есть, мы не достигли пика, в общем, мы еще в процентах 20 от этого пика, а если учесть там некую долларовую инфляцию, да, то мы, наверное, в неких реальных ценах, вот, еще нам расти и расти до некого пика, то есть, если график представить, да, и заложить туда инфляцию, долларовую, то, по факту, еще, где, где, как бы повторение пика 15-го года, это еще расти, ценам и расти, поэтому, вот эти, как бы две полярные точки зрения существуют, как бы каждый может придерживаться той, которая ему нравится, но мне кажется, что, особенно находясь внутри, вот, комбинация трех факторов, скорее, говорит долгосрочно, что цены будут расти, как нам кажется. с точки зрения инвестора первичный и вторичный рынок недвижимости в Дубае, он отличается? Да, я бы сказал, что различается не очень сильно, и на то есть, как бы ряд причин и факторов, да, то есть, первый то, что на первичном рынке сейчас присутствует, безусловно, некая перегретость, которая драйвится некоторыми факторами, то есть, первый фактор то, что только на первичном рынке квартиру можно купить в рассрочку, то есть, на вторичном рынке в рассрочку купить квартиру нельзя. Рассрочка на весь период, либо на какой-то год строительства, например? В зависимости от, разные застройщики, разные проекты предлагают разные пей планы, есть застройщики и объекты, где, ну, после хендовера, то есть, после передачи ключей, еще ты можешь платить рассрочку, то есть, аля там рассрочка, не знаю, на 4 года, включая там год после сдачи, да, конечно, это очень сильно, ну, подогревает цены, да, То есть зачастую, например, один комплекс, да, строится, есть готовые корпуса, есть неготовые, которые еще только на фундаменте стоят. И зачастую цена может быть плюс-минус одинаковая, хотя здесь заезжай и живи, а здесь еще там три года ждать. Но там рассрочка есть, здесь ее нет. И рассрочка, по сути, ну если у вас в ней денег нет, как бы, да, рассрочка поддерживает цены на квартиры там. А рассрочки доступны ли не резидентам? Ну, например, там, если я приехал из России, либо там с других стран. У меня нету паспорта Арабских Эмиратов. В том-то и суть, что рассрочки, они, в принципе, доступны, по сути, всем. То есть вы платите первоначальный взнос, да. Сколько он составляет? Ну, по-разному, ну, там, 20-30% в среднем по рынку даунпеймент как бы нужно внести. Дальше уже в зависимости от застройщика и проекта вы этот пеймент-план закрываете. Но, как я уже сказал, да, да, по сути, рассрочка у банков, уточни, у застройщиков, конечно, есть некий комплайнс. Наверное, они там все-таки рассрочку продадут не всем, да, но в большинстве своем, да, рассрочка это инструмент, который доступен вообще всем. Вне зависимости от географии там или, скажем так, национальной принадлежности. Статус резидента Арабских Эмиратов, он, в принципе, не играет здесь сильного значения. На рассрочку, да, абсолютно. Более того, сейчас, ну, может быть, это, ну, не только, конечно, здесь, но, в принципе, квартиры в Дубае можно покупать, продавать, вообще не приезжая сюда. То есть мы с вами сделаем доверенность по видео. Это стоит, там, несколько, там, ну, тысячу долларов, там, плюс, да, там, ну, несколько, тысячу, там, пусть, 1300 долларов. Мы сделаем с вами доверенность по видео, ее заверят в земельном департаменте, все, по сути. Дальше мы можем с вами покупать, продавать доверенность, вообще, даже вы, может, в Дубае никогда и не будете ни разу. Покупать, продавать, сдавать в аренду, то есть полностью делать все вообще без вашего личного присутствия. Так, ну, а с точки зрения рассрочек это тоже возможно сделать на удалении? Да. То есть, по факту, имея там 20-30% от стоимости квартиры на руках, мы можем оформить квартиру за срочку и уже стать собственником квартиры. Но это будет не совсем квартира, скажем так, да, потому что собственником вы станете, когда вам дадут title deed на ваше имя, да, если квартира не готова. То есть, ну, собственником, да, некого объекта, да, ну, фактически, да, некого, собственником некой будущей квартиры, скажем так. То есть, как только просто квартира сдается, как правило, все, как бы уже за рассрочку нужно погасить, да, ну, то есть полностью погасить в большинстве проектов. Но, да, по сути, повторюсь, имеет 20-30% и вообще не приезжая в Дубай, да, да, можно инвестировать. Касаемо годового налога на недвижимость, сколько он в Дубае? Есть ли он вообще? Налогов на недвижимость здесь нет, по сути. То есть, вы платите налог при покупке квартиры 4% сейчас в земельный департамент, если брать, ну, именно налоговую составляющую. И все, по сути, при продаже, на разницу при покупке-продаже, на владение, именно налогов как таковых нет. То есть, вы платите, по сути, сервис-чардж, ну, который выступает как некий, там, фиксированный платеж, да, от которого не уйти, его нужно заплатить обязательно. Какие есть еще различия между первичной и вторичной недвижимостью в Дубае? Как я уже сказал, да, принципиально то, что мы видим сейчас, ценовой гэп, скажем так, между вторичкой и первичкой, он еще более вырос. То есть, безусловно, рост стоимости на первичке, он как бы за собой вторичку тянет, но сейчас реально ситуация там, нередкие ситуации, когда квартиры, ну, на вторичке, то есть, например, жилому комплексу, ему там 10 лет, например, да, но это жилой комплекс бизнес-класса от хорошего застройщика в отличном состоянии, в шикарной локации. То есть, например, там на Марине, то есть, прямо на берегу канала, там, через вторая линия от моря, да, или, например, Пальма, рядом тоже вторая линия моря, рядом парк и так далее. Однокомнатная квартира может стоить так же, как однокомнатная квартира в, может быть, даже практически не готовом новом здании, да, где-то там, ну, не совсем в пустыне, да, но вот, в общем, в новых районах, да, которые там активно довольно застраиваются, да, вот, ну, скажем так, в новых районах, да, за пределами, ну, старого Дубая, скажем так, да. Если смотреть глазами, то это, конечно, будет кардинальная разница. То есть, да, понятно, новый дом и так далее, но как бы несоизмеримое качество строительства, качество локаций. Возможно, технологии шагнули вперед, но так как эти комплексы были в свое время там топовыми, да, для рынка, там, каких-то квантового скачка не произошло, да. Но, по сути, при этом ликвидность квартиры в старых районах, ну, в смысле, в старых туристических районах, она будет несоизмерима. То есть, как ликвидность, естественно, сдачи в аренду, как последующая доходность сдачи в аренду, так и ликвидность при продаже. То есть, мы сейчас понимаем, что так как у нас много довольно запросов от инвесторов, у нас ситуация такая, что у нас есть клиенты, но очень сложно найти подходящие объекты, потому что, ну, высокий спрос на такие объекты логично сохраняется, конечно, все хотят, ну, не все хотят, но, скажем так, те люди, которые понимают разницу, да, их достаточно, чтобы за такими объектами нужно было охотиться, вот. А в новых районах, ну, ты просто приходи, я не знаю, там, бери, там, выбирай из десятков, сотен вариантов, да. И это принципиальная разница, да, то есть, многие люди покупают глазами, не очень задумываясь, может быть, на каких-то долгосрочных вещах, да, они слушают очень такие действительно качественные и красивые, ну, скрипты, сказки от застройщиков, от брокерских компаний, да, которые получают проценты от застройщиков, вот. А ситуация выглядит таким образом, что они могут, что можно купить за те же деньги или дешевле, просто так, вторичку, которая заткнет за пояс вообще по всем показателям, как бы, да, эту первичку. С точки зрения инвестиций выгоднее взять иногда даже вторичку, она больше денег в годовом исчислении принесет, ежели первичка. Да, более того, наверное, если, вот, например, есть некая возможность сразу купить, ну, то есть, в чем два минуса, наверное, вторички, недостатка. Первое, то, что нужно, если вы не резидент, нужно внести, иметь всю сумму на руках, да, ну, то есть, ипотеку можно взять, только являясь резидентом, да, ну, в любом случае, да, то есть, нет такой легкой рассрочки. Это первое. И второе, то, что, ну, сложно найти объект, то есть, дорого, легко купить, там, плохое, особенно, если вы не разбираетесь, да, то есть, хорошие объекты нужно искать, да, хорошие объекты по хорошей цене нужно искать. И вот, как бы, два недостатка, которые ограничивают, как раз, ну, вот, наверное, развитие этого рынка, да. И с точки зрения, естественно, брокеров, да, риелторов, все идут продавать первичку, потому что это проще, потому что это, там, выгоднее проценты, существенно выше, да, намного ниже порог входа, да, плюс все расскажут застройщики, да, и вот поэтому в Дубае сейчас, там, по последним данным, чуть ли не 8 тысяч официально зарегистрированных риелторских агентств и чуть ли не, там, 100 тысяч риелторов, плюс-минус. То есть, риелторов сейчас в Дубае просто огромное количество, наверное, там, некий рекорд, ну, там, условно, количество риелторов на душу населения, мне кажется, в Дубае сейчас один из самых высоких в мире, да. Самая востребованная профессия в Дубае – это риелтор. Вот, наверное, сейчас, да. Ну, не знаю, насколько востребованная, да, с точки зрения, все-таки, рынок не резиновый, да, но с точки зрения именно, да, людей, которые этим занимаются или, наверное, правильнее сказать, пытаются заниматься, их очень много, вот. Ну, и, соответственно, это все немножко начинает напоминать такое инфоциганство, да, когда, по сути, ты уже продаешь не какой-то реальный продукт, да, а просто красивые картинки, ну, особенно огромная конкуренция, вы, как клиент, оставляете заявки, вам начинает название десятки, там, а то и там сотни уже риелторов, да, предлагать одно и то же, потому что проектов ограниченное количество, конкурируют между собой, там, не знаю, откатами на застройки, ну, то есть кто-то, давайте я, там, мне застройщик заплатить, я вам скидку сделаю, там, обратно 2% верну и так далее, это такое вот, как бы, начинается месиво, да, вот, в котором, как бы, все, все участники этого рынка и варятся, вот. Вот, в то время как на вторичке просто, ну, как бы, такого месива нет, да, но, скорее, тут такой нужен точечный подбор, как бы, объектов, да, ну, и отвечая на вопрос про выгоднее, да, скорее, очень часто, скажем так, вторичка выгоднее, чем первичка по факту, очень часто, то есть, вот, поэтому здесь вот, ну, как и на вторичке, на первичке здесь тоже просто нужно подходить очень взвешенно, да, и, как бы, точно, там, не покупать то, что все покупают, не покупать то, что все рекомендуют, да, там, не покупать то, что легко купить и так далее, потому что, что, что будет продавать вам брокер, которому вы обратитесь, а, то, что ему нужно продать, то, что легче продать и, в, где он больше всего заработает, его абсолютно не интересует, там, ваша будущая, там, ликвидность, доходность и так далее, и так далее, и так далее. Нет, наверное, это характерно для многих мегаполисов в целом, да, но сейчас, очевидно, Дубай проживает такую стадию развития, когда действительно, ну вот, как бы такой бум, да, он приводит к такому, ну, перетоку, перекосу именно людей в эту отрасль, да, в эту сферу, и это, очевидно, рождает все-таки большое, когда, ну, в риелторах идут все, да, большое количество таких переходов реально рождает, ну, большое количество непрофессионализма, очевидно просто, да, и вот все это, как бы, конечное, оно вот так вот как бы как-то рвется в этом котле и варится, да, И по факту, представьте, вы инвестор, зеленый инвестор, который пусть даже опытный, но в Дубае никак не разбирается, в этот котел ныряет, ну и, в общем, дальше уже как бы, как по видео. На какие моменты обратить внимание, чтобы не попасть с покупкой недвижимости? Первое, тщательно изучить объект, в который вы собираетесь инвестировать, то есть застройщик, локация, то есть максимально все нюансы, которые касаются непосредственно самого проекта. То есть второе, оценить, в принципе, свои финансовые возможности, потому что очень часто людям кажется, что, ну, рассрочка, все это легко и просто, могу купить, сдавать в аренду и так далее. Но очень часто, например, выясняется, что, как я говорю, либо в аренду сдавать нельзя, либо, например, в Дубае надо понимать, что по закону застройщик может задержать сдачу дома на год, по закону, то есть ничего ему за это не будет. То есть вот вам обещали 1 марта 2022 сдать квартиру, а сдали в феврале 2023, ну, окей, никаких санкций, вы ничего сделать не сможете. А вы весь этот год, например, платили ипотеку или рассрочку, думая квартиру сдавать, ну, а она год не сдавалась. Вот у вас, как бы, дырка в вашем финансовом плане. Вот, это второе. Ну, и третье, в принципе, понять, понимать, вернее, насколько именно первичка соответствует вашему инвест-запросу, да, или все-таки, ну, есть смысл смотреть на вторичку, потому что здесь действительно очень много нюансов. И ситуация, когда первичка, например, она после сдачи в эксплуатацию вообще там падала в цене, да, потому что уходила рассрочка, уходил маркетинг застройщика, да, и эта первичка просто попадала в общий котел с вторичкой, ну, которая была изначально, как бы, дешевле, то автоматически, скорее даже, вторичка подрастала, а первичка падала, и они там начинали стоить одинаково, хотя там изначально разница могла достигать 30%. Вот такие, наверное, три основные вещи, которые нужно обязательно учесть именно, ну, вот если брать сейчас текущую ситуацию и говорить про инвестиции в первичку именно в Дубае, ну, и, в принципе, в недвижимость Дубая.